Наша комната на даче. Маленькая. Каморочка. Потолки сделали. Оклеили. Хронология событий. Надо было снимать до и после. Как это было? В самом начале. Сегодня будем клеить обои. Будет кто-то клеить обои. Кто сейчас делает затирку, тот и будет клеить. Нет, я снимаю видео. Это очень большой труд. Мне еще потом это монтировать надо будет. Какой-то друг, я знаю. Вот она комнатка. Еще ничего не сделано. Второй этаж дачи. Здесь еще нет перекрытия даже. Под дождь вообще классно спать, когда бьет все это по железной крыше. Вчера Каев был. Это вторая комната. Это выход. Палатка уже накрытая. Ну, Санна Викторовна, я ютубы делаю. Я уже приучили, что ли, волосы срать. Я помню, когда мне мамка сплетала, я сейчас с ума сходила. Природа такого кузнечика придумала. Саранча зеленая. И больше в два раза где-то. Сними его. Снимаю. Сняла. Снила. Снила. И тебя сейчас сниму. Нет. Не надо? Почему? А почему тебя нельзя снимать? Почему нападает тигр? Чего? Тигр нападает. Да? Тигр? Чуть маленький какой-то тигр. Тигренок, скорее всего. Надо ее, чтобы она прыгнула, надо ее пальчиком поддеть. Немножко. Будем ее трогать? А? А он не кусается? Нет, он не кусается. Его можно вот так вот. Мы сейчас сделаем так, да? Будем делать? Он человек какой-то неповоротливый, нерасторопный. Я могу дать тебе его, если хочешь. Дай тебе его. Нет! Наверное, он нет. Видишь, видишь, прыгает он? Опа! Видишь, он даже летает. Да, еще и летает. А, вон, видишь, полетел? Только не убивай его, хорошо? А то вдруг у него маленькие детки. Вот так вот идешь, идешь и бах, сорвался к городу помидор. Кстати, в течение 15 минут сорванном ягоде, там, не знаю, помидорки, сохраняются эфирные масла. И это самые полезные овощи, фрукты только что сорванные с огорода. М-м-м, не самое вкусное. Пока только таким способом карабкаемся на второй этаж. Па! Прямо не упасть. Чего не сделаешь. Ради кадра хорошего. Что, ради кадра хорошего упасть надо? Да. На, это свои уже, эти пошли. К своим яблокам. Теперь мы не будем их покупать. Еще плюс в копилку. Мы еще экспортировать будем? Что делать? Экспортировать. Экспортировать это что значит? Ну и что. Кому мы будем экспортировать? И куда? Если только в свой желудок. Соня, не надо, а то она корябает. Не знаю, или укусит. Соня, трогать ее не трогай. Она просто так не укусит. Она может только убежать, если что-то не понравится. Но она что-то вот терпит. Соня, не надо ее кидать. Терпеливая какая. Терпеливая. Ага. Обычно убегают от детей кошки. А она это ест? Она не ест это. Они не едят траву и ягоды. Они не едят. Они едят только мясо. Мясо? Да. Молоко пьют. И молоко пьют. Давайте ты ее сейчас просто закидаешь листьями и все. Видишь, она уходит. Прости. Пока я прячусь от ребенка, решила вам показать грозди. В винограде спряталась. На свет так все не хорошо получается. Вот. Она чем-то опрыскана какой-то синешной ерундой. А, он меня ищет. А, нашла меня! Сижу, читаю здесь на правке книжку. Книжка, кстати, очень классная. Мне нравится. Наталья Грейс. Она вообще тренер. Проводит тренинги разные. На тему личностного роста. Познание себя, насколько я знаю. И вот книга решит все проблемы за один день. Причем написана в художественной форме. То есть это мини-такие рассказики. Причем интересные, глубинные. Мне очень-очень понравились. Такие необычные. И тут одна история. Мне запала прямо душу, как водителю. Бывает такой, знаете, соревновательный момент, когда ты с кем-то либо на светофоре останавливаешься, либо есть просто желание кого-то обогнать. И вот включается этот вот азарт, какой-то адреналин. И суть вот этого рассказа состоит в том, что две машины встретились на светофоре и начали друг с другом соревноваться. Одна там, не успев перестроиться в этот ряд, в который ехала другая машина, она сбила собачку. А за кулиси всего этого рассказа в том, что это борьба добрых и злых сил. То есть когда добрые силы увидели, что впереди очень жуткие последствия с тяжелым исходом, что две машины в дребезге, куча смертей, они специально вот эти добрые силы пустили собачку для того, чтобы она стала тормозом, фактором таким ограничивающим, чтобы не произошло более тяжелых последствий. Но были там и злые силы, которые специально шептали на ухо этим двум водителям, чтобы они ускоряли свой ход. Вообще, рассказы такие классные, прям необычные, мне очень понравились. Я ее, с одной стороны, знала как тренера, я знала, что на тренинге вот именно живые проводят. Вот автор курса она «Потенциалы личности человека». «Методика по развитию и восстановлению памяти», ведущая телевизионных и радиопрограмм, посвященных повышению самооценки, позитивному мышлению». Ну вот книга – это вообще открытие для меня ее. Жизнь нас учит через какие-то определенные проблемы, через ситуации, через определенных людей. Я вот к этому в последнее время прихожу, что все, что Бог не делает для нас, вот правда здесь вот написано, то есть это отражает сейчас мое внутреннее состояние, Он делает из любви к нам. Даже пусть это уроки, они бывают зачастую болезненны. И с каждым днем, с каждым разом, с каждой ситуацией я все больше понимаю, что это на самом деле так оно и есть. Комната почти готова. Уже наклеили обои. Сейчас как раз собираем багетку. Еще нужно прицепить нижние плинтуса. Комната квадратная. Но для дачного варианта в принципе пойдет. Даже неплохо получается. Хотя не совсем гармонируют полы с цветом обоев. Но все равно новая комната есть новая. Блин, книга реально классная. У кого есть возможность, кто ее найдет купить, я прям вообще рекомендую ее почитать. Такое ощущение, что многие истории, списанные с меня, передают мои ощущения, какие-то переживания, даже жизненные ситуации. Один в один повторяются на протяжении всех лет проживания. Какие-то она истории описывает в детском возрасте, какие-то уже в подростковом, некоторые во взрослом. А еще у меня такое впечатление сложилось, что как будто бы это ее жизненные истории, биографичность какая-то прослеживается. В этой книжке я сейчас читаю, у меня же язык сплетается, весь процесс абортов, как это происходит. Я не знаю, как сейчас это делается в данное, в современное время, но как это делалось лет двадцать назад. И вот это с такой красочностью все описывается. Причем я уже говорила, что Грейс, она доктор вообще по образованию, заканчивала университет, то есть у нее высшее медицинское образование, она в курсе всех этих моментов досконально. И вот реально понимаешь, что, наверное, если Бог даст, наверное, родишь всех детей, которых тебе положено иметь. И с точки зрения духовности, я уже давно к этому моменту пришла, и с точки зрения медицины, если не на самом деле так делаются, потому что это какое-то прям крошево месиво. А еще я вам скажу такую вещь. Я недавно делала натальную карту у астролога, и он видит по карте даже всех нерожденных детей. Аборт, выкидыши, то есть вот такие вот даже моменты. То есть представляете, это вот настолько написано у нас на роду, какие-то такие вещи. Они, конечно, как я спросила, натальная карта, это же не приговор, то есть можно поменять? Да, он говорит, что это не приговор, и на будущее такое, на далекое очень сложно спрогнозировать со стопроцентной вероятностью, что у человека случится. Все зависит от действия человека, от смены мировоззрения его, естественно, в хорошую сторону, если он будет делать больше добрых поступков, как-то будет развиваться, помогать людям. То есть это все очень сильно влияет именно на изменение вашей кармы, вашего, ну как написано, то есть вы рождаетесь с определенной предназначением, миссией и с определенными событиями важными. И вот я к чему хотела сказать, что даже просчитываются нерожденные дети. Он сказал, например, там по родственникам, по моим, и со стопроцентной точностью, у кого что было, в какой промежуток между уже имеющимися детьми. Это вообще очень такой момент, достаточно серьезный, очень сложный, и как бы никого не хочется осуждать, да, у каждого своя жизнь, и разные причины, почему люди на это идут, ну, девушки на это идут, да. Но стоит, наверное, 150 раз, наверное, подумать, 200, даже тысячу раз, прежде чем на это идти. И, возможно, сейчас кто-то меня слышит из девчонок, из молоденьких особенно, кто к этому неосознанно подходит. Ты чей такой? Иди сюда! Да! От кого сбежал? Иди сюда! Иди! Это они сегодня все врубали. Здесь были молодые люди, а ну, откуда ты собачка? Чья она интересна? Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда!